Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал в очередное видео. В этом видео я вас замотивирую на расхламление, покажу, каким способом можно быстро избавляться от вещей, от ненужных вещей, но тем не менее будут и приобретения, потому что я копила, я желала и наконец-то совершила покупку, о которой, ну не то чтобы я давно мечтала, я долго присматривалась к ней, призадумывалась. В какой-то момент у меня стали претензии копиться к тому, как мы ведем бит сейчас, и в одно прекрасное утро я просто решила, беру. Думаю, на обложке вы уже поняли, о чем идет речь, но перейдем к этому чуточку позже. Пока я вам показываю завтрак, если не знаете, куда деть кабачки, и если у вас имеется вафельница, то прекрасный вариант довольно полезного завтрака, это кабачковые оладьи. И у меня оставалась булочка для гамбургера, и как раз накануне я жарила котлеты, поэтому, как говорится, сам Бог велел, чтобы на завтрак у меня был бургер. Несмотря на то, что я отошла от жестких рамок с собой, я не ограничиваю себя на 100% в сладком, потому что я потом буду срываться, все мысли будут о сладком. В общем, моя психика не заточена под жесткие диеты и жесткие ограничения в еде, иначе могу сорваться и начать объедаться, что сами понимаете, к чему ведет. Но тем не менее, я выработала свою собственную систему, именно поблажек для себя, обязательно у меня какой-то полезный завтрак, а затем небольшая порция чего-то вредного. Ну, как сказать, вредное, да, относительно. И это вредное, я могу позволить себе, например, и днем, вечером я без всяких мучений, без насилия над собой просто отказываюсь, например, от сладкого и ем полезный ужин. Мне так легче спать, мне так спокойнее, и у меня нет на утро никаких отеков, и мой вес всегда в одном положении. Кто хорошо позавтракал, тот заслужил кружечку ароматного кофе, ведь ни один растворимый порошок не сравнится с напитком из хорошей кофемашины. Знаю, что многие пользуются подобным гаджетом дома, а если кто-то еще не купил, но задумывается, посмотрите небольшой обзор на кофемашину Каринг Би. Первый кофе, что я пью каждое утро и сейчас в кадре, это американо. Для его приготовления потребовалось только засыпать зерна, налить воды и на дисплей выбрать нужную картину. Машина начинает перемалывать кофе, выбранного вами помолок. Очень вкусно. Давайте сварим латте. Умноустройство готовит кофе по всем правилам. Сначала горячее молоко, а затем уже непосредственно кофе. Если вы, как я, любитель больших кружек, то машину можно запрограммировать на желаемый объем. Детям тоже перепал практически десерт еще и без сахара, потому что в кофемашине есть специальный режим молочная пенка. И действительно на выходе получается густая, теплая и довольно сладкая молочная пенка. Можно добавлять, например, какао и будет полезный напиток. Еще мне захотелось показать вам, как просто готовится теперь дома капучино. Для этого я открыла резервуар для воды, хотела было залить и выбрать уже необходимый режим, но машинка показала нехватку зерен. У кофемашины высокое давление 20 бар. Это обеспечивает оптимальную экстракцию аромата и вкуса, гарантирует высокое качество кофе. Сами видите, интуитивно понятный интерфейс. Полностью цветной сенсорный экран на русском языке. В кофемашине 15 уровней помола и перед каждым приготовлением она его производит. А еще после каждого включения происходит самоочистка, что упрощает процесс обслуживания в дальнейшем. Ну и в принципе ручная очистка тоже простая. Детали легко вынимаются и промываются под проточной водой. Для того, чтобы почистить поддон, нужно открыть крышку нажатием руки, затем достаете поддон и здесь уже весь ваш вареный кофе. Можно еще и скраб сделать повторное использование. Помимо того, что я вам показала, можно сварить себе эспрессо, двойной эспрессо или налить горячей водички. О каких-либо проблемах кофемашина обязательно сообщит с помощью дисплея. Наверное, у нее есть один недостаток, вы станете больше пить кофе. Ну а тем, кто этого не боится, на машинку оставляю ссылку и промокод на скидку. Успевайте воспользоваться. И еще одно приобретение в этом ролике. Это действительно я хотела, копила, сама купила сушильная машина. В какой-то момент, когда началось вот это межсезонье, и меня достали тряпки, развешанные по всему дому, особенно в коридоре на веревках. Вы, наверное, помните о них. То просто одним прекрасным утром я поняла, пора. Купила машину на Озон, выбирала по отзывам. Я долго не вчитывалась, почитала несколько хороших, несколько негативных, и решила, что мне такая цена и такие отзывы приемлемы. Но при этом, когда ее привезли, несколько дней она просто простояла в качестве декорации в зале. Дети уже играли, навешивали на нее покрывало, дотягивали до дивана и устраивали палатки. Затем попросила мужа уже наконец-то перенести в кладовку. Вот знаете, так и бывает. Купишь новый телефон, а потом вот он лежит-лежит, и никак не можешь к нему подойти. И здесь уже на следующий день или через пару дней я все-таки взялась наконец-то за инструкцию и начала изучать, как же она работает. Решила подвинуть ее ближе к розетке, конечно же. И в инструкции написано, что нельзя втыкать удлинители, хотя они у нас во многих местах, нужно напрямую втыкать в розетку. Здесь у нас стоял принтер, поэтому принтер я пока унесла в зал, стоит на временной тумбочке. В общем, девчонки, я обещала всякие прикраски, они обязательно будут, но сейчас у меня просто физически не хватает времени, потому что только начинается утро, уже идти за ребенком. Ребенок приходит, нужно делать с ребенком уроки. Затем кружки, бывают кружки два раза в день, днем еще и вечером, поэтому жду каникул. И наконец-то наступил тот самый торжественный момент, я обрезала веревки. Я, конечно, могла сделать это и раньше, но по факту, хоть они и бесили, хоть бесило белье, которое висит над головой, иногда они очень-очень пригождались. Ну что, давайте я вам покажу, расскажу про свою новую сушильную машину. Вот это отсек для конденсата. Получается здесь вот такой контейнер, и он был прям тяжелый, полный воды. Вчера у меня был один цикл сушки. Грязь скапливается вот здесь. Я, кстати, с утра свяжала полотенце для эксперимента, пока еще не убрала. Но после этой сушки покажу вам, что накопится здесь. Кнопка включить, старт-пауза, выбирайте режим. И дополнительные функции защиты от детей. Ну, еще тут можно что-то там самим добавить, интенсивность, время добавить. Я выбираю второй раз вот рубашки бизнес, потому что есть, например, сушка в шкаф. Белье 100% будет сухое, но такая сушка длится больше трех часов. Рубашки бизнес час 20, по-моему. В общем, я выбрала такую самую оптимальную программу, чтобы белье было практически сухое. Загружаем сушилку. Мне, кстати, надо докупить уже салфетки, ловушки цвета, потому что заканчиваются. Видите, сколько на себя насобирала краски. Пока, может быть, первое время потом я перестану это делать. Я просто более-менее распрямляю вещи и складываю их в барабан. Сушила уже, естественно, и одеяло, и повседневную одежду, и даже школьную форму. А потом прочитала, что сушить ее не рекомендуется. Но практически все сушу вот на этом небольшом режиме полтора часа. Там ее сушится. Ну, довольно шумная, конечно, машинка, но иначе я бы ее не стала включать. Хотя она у нас находится в кладовке, и закрываем дверь. На ощупь еще тепленькие. Так, давайте-ка сначала вынем конденсат. Пойду, разложу пока вещи, а затем посмотрим, что накопилось в самом интересном. А тут уже все валится, падает. Открываем. Да, вот так вот. Оказывается, лавчик просто открывался. И тадам! Когда-то больше, когда-то меньше, но на фильтре всегда остается вот такая шуба. Кто-то говорит, это пыль, кто-то говорит, это ворс, частицы одежды, не знаю. Но помимо вот этого меха, еще там постоянно какой-то мусор, песок, волосы. В общем, очень-очень мелкая фракция грязи. Кстати, в своем телеграм-канале я уже давно с девчонками поделилась тем, что приобрела сушильную машину и показывала, рассказывала о плюсах и минусах, и показывала, что получается на выходе. А еще не так давно проводила там перекличку среди тех, кто ведет тоже свой блог на YouTube. Девчонки оставляли ссылки и немного рассказывали о себе. Пока раскладываю по кучкам сухую одежду, давайте расскажу о том, что даже маленькие блогеры сейчас могут неплохо так заработать с помощью платформы Perfluence. Данная платформа на рынке 5 лет и 2 года, она лидирует на рынке России по выплатам блогерам. На платформе множество инструментов монетизации и помощь менеджеров 24 на 7. Даже имея небольшой блог, вы можете сотрудничать с крупнейшими брендами. В общем, если вы ведете блог на YouTube или на другой платформе, или думаете, вот заведу блог и как его монетизировать, то все просто. Переходите по моей ссылке в описании, скачивайте приложение на свой телефон и регистрируйтесь. При регистрации вводите мой реферальный ключ, я пропишу его на экране. Выбирайте интересующие вас проекты и подавайте заявки, после чего с вами свяжется менеджер. А также есть бонус. Опубликуй пост на любом проекте в течение двух недель с момента регистрации на платформе и получи 250 рублей. Желаю всем творческих и финансовых успехов. До выхода за Агатой осталось 17 минут. Поэтому я решила следовать своей системе и успеть за 15 минут прибраться в одной зоне. Хочу сделать это в ванной. Сегодня я не следую именно по недельному плану, но думаю, воспользуюсь случаем. И вместо того, чтобы просто просидеть где-то в телефоне, прождать это время, займусь уборкой. Короче, я тут мыла обувь и потом еще что-то мыла, тряпки полоскала. Так как в этой ванной мы не лежим, особо не моемся, очень редко, то она грязная. Сейчас я хочу ее приводить в порядок. Два раза в неделю прописала себе в план. Ну и в целом можно будет сейчас просто убрать лишнее. Может быть даже что-нибудь выбросить, почему бы и нет. И пройдем с пользой времени. Конечно, мне желательно ставить таймер хотя бы минут на 20, потому что я еще веду съемки. Ну пусть будет 15. Начинается довольно интересная часть этого видео. Расхламление. Да не просто расхламление, а расхламление по книжке. Я в прошлом ролике рассказывала вам, что прочитала книгу Fly Lady. Точнее, тогда я начала читать, сейчас я ее дочитала, уже концовку дослушала. И основные выводы по системе я сделала. Естественно, написана она американкой. И уже, по-моему, 25 лет назад, конечно, нужно выделять основное, подстраивать под нашу систему, под нашу страну, в конце концов, под наше время. Книга – это как будто поговорить с каким-то умным человеком, который чего-то достиг. Я думаю, что совсем уж дурачки книги не пишут. Тем более, когда книга или система какая-то обретает популярность, ну, наверное, не просто так. Но у каждого своя голова на плечах, чтобы фильтровать информацию. Итого, за одну небольшую уборку, 17 предметов у меня уходит на расхламление. Просроченная бытовая химия, уже старые, затасканные некрасивые тряпки, старая губка, старая терка, вот этот спрей, который вообще ничего не отмывает. Ну, и тут тоже различные средства, которые не подошли. Я решила все-таки добить 27 миллиметров. У меня еще даже 6 минут осталось, поэтому полезу сейчас в коридор. Подтяжки, которыми уже полтора года не пользуемся, 18. Метод расхламления называется в ВУГе 27 бросков. Вот этим мы тоже не пользуемся. Главное не задумываться, а вдруг, а если, а потом, если считаете нужным, сразу кидайте в корзинку. 19. Вот это уже закончилось. 20. Так. Моя карточка. Вдруг кто-то хочет мне скинуть донат. Карточка. Когда работала, ходила часто в этот магазин. 20. Кто же, наверное, тоже не действительно. Вот так отходил. Ладно, что же пока вставлю. И это пока вставлю. Не знаю, что это. 21. Фигня. 22. Вообще в этом году ни разу не доставали. Старые кроссовки уже. 24. 25. 26. И гнутую ложку. 27. Дай ловить. Все. Порядок. Такой метод подходит для тех, кто долго собирается с силами, думает, что надо расхламлять очень долго, тратить много усилий. По чуть-чуть. Вы можете определить для себя, например, 10 предметов, если вам так будет легче. Но каждый день или каждую неделю хотя бы берете корзинку, пакет какой-нибудь и скидываете туда. Да, вот давно хотели это выбросить или не знали куда деть, кидайте вы в эту корзинку, даже потом не вспомните. И я помню, что в тот день пошел дождь, поэтому я решила, пока немножко погода разгуляется, засеку еще 15 минут. Вместо того, чтобы пролежать где-то на диване, в телефоне просидеть, что я могла бы сделать, приберусь еще и этих 15 минут мне как раз хватило для того, чтобы привести ванну в порядок. Накануне я там перемыла обувь, полы мыла, там тряпки полощу и образовался налет. Обычно мы пользуемся душевой кабиной, в том числе и дети, поэтому ванна используется для хозяйственных нужд. Но каждый раз ведь заходишь и когда видишь вот этот налет, настроение чуточку уменьшается. А таких вот чуточку в течение дня может набраться достаточно. И сами того не понимаете, почему квартира раздражает, дети раздражают, а дело будет стоять вот за такими, казалось бы, незначительными моментами. В общем, я сначала напшикала ванну антиналетом, затем потерла еще чистящей пастой, успела даже стены протереть. А после того, как я еще и расхламила ее, уже даже дышать в этой ванной было легче, плюс образовались какие-то пустоты, свободные места. Решила я не убирать угловую полку, а то хотела, разгрузила второй санузел, там где у нас всякие разные моющие средства. Все баночки, которые подходили по высоте, принесла сюда, ну то, чем мы редко пользуемся. Плюс в этот день пришли домой как раз дети и захотели принять ванну, я им быстренько набрала с пенкой и все были счастливы. А так бы сказала, нет, дети, идите в душевую кабину, принимайте душ. Вот как продуктивно я провела 30 минут перед выходом в детский сад. Казалось бы, все уже знаю, но нужен кто-то иногда, кто об этом напомнит. И, конечно, ни одной уборкой живы будем, не надо забывать и про себя, и про отдых с семьей, с детьми, с родителями или даже в одиночестве. Время, проведенное с семьей, самое, наверное, бесценное, что есть в этой жизни. Спасибо большое вам за просмотр, за то, что остались со мной до конца. Всех обнимаю. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok